Здравствуйте! С вами программа специальный репортаж. Я Седа Каспарова, Виталий Алексеенко за кадром. Сегодня мы, вдохновившись молодежным ток-шоу «Перезагрузка», решили поговорить о бренде Беларуси. О символе нашей страны, о том, что такое Беларусь для Беларуси, а также с чем наша страна ассоциируется у иностранных гостей. Итак, тема наших сегодняшних поисков – белорусский бренд. Под словом «бренд» чаще всего подразумевается торговая марка. Известные производители, имена – то, что продается. Но всегда ли? И есть ли бренд у страны? Для кого-то это аист, для кого-то зубр и реки, а для кого-то – главный национальный продукт. Ваше любимое белорусское блюдо? Драники. Когда в последний раз делали? В субботу. Вкусно было? Очень. Особенно с цветанкой. Раз в неделю обязательно готовлю что-нибудь. Дранка, вот тоже еще белорусское блюдо, очень вкусное. Но по возможности, как получается, тогда и готовлю. Бабка. Ох ты, почему бабка, а не драники? А потому что я люблю готовить в русской печи, и это самая вкусная еда в русской печи. Печь – это главный секрет? Да. Блюдо-воспоминания? Блины. Блины с печки. Очень были вкусные. А кто вкуснее готовит? Мама или бабушка? Дедушка. Как зовут дедушка? Олег. Передавай дедушке Олегу привет. Привет, дедушка. В списке номинантов названия белорусского бренда еда стоит отдельной строкой. Некоторые авторы могут поспорить, но ученые утверждают, что в ВКЛ и Речи Посполитой картофель появился в 1676 году, в то время как в России он обрел популярность только два столетия спустя. В целях популяризации этого клубня среди населения даже выдавали премию за то, чтобы хозяева его выращивали. Россияне диву давались, как же так белорусы употребляют в пищу этот неудобо варимый картофель, ведь они пробовали листья и плоды, они были горькие и зеленые, а белорусы зрели в клубень. В итоге получилось так, что для многих теперь драники и бабка – самое настоящее воспоминание из детства. Так вот, чтобы это воспоминание стало реальностью и почаще появлялось на столах у белорусов, в Могилеве даже прошел настоящий и первый пока в своем роде драник-фест. Конкурс на приготовление самых вкусных драников – это хороший повод собраться вместе и вспомнить о том, что объединяет нас больше, чем может показаться. Например, общая память, воспоминания о бабушкиных драниках в деревне и об атмосфере, которая складывалась вокруг одного единственного продукта, как тогда, так и сейчас. Многие вещи здесь вообще даром делались. Например, нам бульбу отдала семья Артеменко из Абидовича. Мы просто семь мешков отгрузили и все дела. Драник спорту не помеха? Конечно, нет. Но только придает силы, уверенности. Особенно, когда голодный. Вкусно вам? Еще не пробовал. Очень вкусно. Посмотрите, как это вот там все включает. Просто команда. На самом деле люди становятся на таких мероприятиях настоящей командой. Драник может стать брендом. И мы очень надеемся, очень надеемся, что такие фестивали, что такие мероприятия позволят возродить белорусскую кухню, привлечь к ней интерес. И мы с вами будем, приходя в ресторан, заказывать что-то белорусское, а не итальянское и французское. С картофельных полей переносимся на съемочную площадку молодежного ток-шоу «Перезагрузка», которое телерадиокомпания «Могилев» снимает по заказу Белтеля радиокомпании для телеканала «Беларусь-2». Совсем недавно здесь обсуждалась тема белорусского бренда. Споры, доводы и главная идея экспертов, которая кому-то покажется новой. Бренд – это то, что создается усилиями многих людей, специалистов разного профиля. Это отношение к явлению и преобразование его в конечный продукт. Как мы красиво умеем готовить раники. Пища, какое-то блюдо, оно не может быть брендом. Еда, всего понамешали его, мочанка. Вы что думаете, что белорусская кухня – это самая простая? Самыми народными символами Беларуси по праву считаются василек, зубр и аист. С природой в Беларуси повезло, тут не поспоришь. Но не менее важно не просто наслаждаться этой природой, но уметь налаживать с ней отношения, строить контакты и в каком-то смысле получать пользу. И в этом деле, как никто, преуспели хозяева агроусадеб, которых в Могилевской области более 80. Так что это отношение человека и природы вполне тянет название белорусского бренда. Мы сейчас упор стали делать не на количество агроусадеб, и планку или прогноз, чем больше, а все-таки на качество. То есть больше услуг, больше сервиса, больше качества услуг. Это и кухня, это и туруслуги какие-то. Некоторые усадьбы специализируются на лекарственных травах. Кто-то сделал эко-музей, например, музыкальных инструментов. Это привлекает людей. Кто-то сделал музей «Мир пчел». Под Минскому свадьба есть великолепная, которая потоки туристов принимает, автобусы. К слову, в свое время именно природа поразила приехавших в Беларусь иностранных студентов. Они и сами из мест не менее прекрасных, но Беларусь, она такая Беларусь. Вы приехали и чему-то удивились? Погода. Погода. Холодно совсем? Да, очень холодно. У нас такая погода не бывает. Первое, что меня впечатлило, это, конечно, красивая природа. Я приехала сюда осенью, и еще было все зеленое, красивое, леса были, цветов много было. И поэтому меня очень сильно это поразило и привлекло здесь. Небольшая ремарка. Знаете ли вы, что Беларусь раньше называли страной замков? Да, к сожалению, сегодня сохранились далеко не все замки, но те, что есть, вызывают уважение, тем более ценны они, как свидетели прошедших времен. Мирские и несвижские замки уже, понятное дело, зарекомендовали себя, как самые настоящие белорусские бренды. А вот о Быховском замке Сапегов слышали ли вы, например? А ведь именно этот замок претендует на настоящую архитектурную жемчужину Могилевской области и всей Беларуси. Впервые Быхов упоминается историками в 1370 году. В укреплениях на месте Быхова жители Приднепровского края укрывались от врагов. Там был хоу, то есть укрытие. По водам Быховского Днепра проплывали торговые караваны, а сердцем селения был замок Сапегов. Таким замок встретил день письменности. Таким бастион, за четыре столетия переживший несколько владельцев и сонных кладоискателей, пожары и разрушения, ждет своего полного восстановления в стадии консервации. Но даже теперь удивляет и восхищает. Восстановить замок, включенный в программу «Замки Беларуси», полностью надеются к 2018 году. И раз уж мы заговорили о бренде культурном, то без этого элемента представление о нем точно было бы неполным. Символом Беларуси у ПНМС изъявляется и мова. Литру у Нескладовая, например, заросакты наторажируют, выкористовывают ее якости магнитую на паштоках. И только Леонивы не ведая, что у Полоцку неколи изъявился упомник этой литры. И она такая одина, яко мова. И коли вам не посчастило со знаемством в зье и школе, у вас все на первой дегалоне, кабло, жадане. Мы же свою шаргу завитали узвышайный могилевский дитячий садок номер 86, у яким маленькие дети выучают белорусскую мову. Им складано, однако что дикава вельме подобается. Раз в неделю самые маленькие могилевчане примеряют на себя роль соправданных белорусов. Они просто одевают костюмы, но учатся новому и находят себя. И вот он, первый урок. Самопознание и осознание места, где живешь. Я знаю, интересно, что мы говорим на белорусских катан. А я знаю, что в Белоруссии у нас иногда идет снег, и всегда холодно, и можно кататься на санках. Урок второй – простые слова, знаки окружающего мира. Какие слова вам больше всего нравятся белорусские? Моква, цебульки, брючки, булочки. Тудин – это очень сложное слово. Почему? Потому что надо говорить столько словов, чтобы это запомнить. И вот эти мне тоже сложные. Скажи мне, мой друг, а тебе тяжело учить эти слова? Нет. Почему? Это легко, потому что я в школе занимаюсь, все дома. А, вот это важно. И моя мама, то есть бабушка на белорусской мове разговаривает. Роль родителей в деле обучения важна чрезвычайно. С их поддержки и понимания важности обучения начинается эта большая совместная работа. Знайшовся в воду кубатьков, потому что, напоятно, сам час потребует в наш реалии, что мы вертаемся до своих коронев. Многие вещи дети запоминают неосознанно, но все эти знания обязательно пригодятся им уже в начальной школе. Но что главнее, расширит кругозор и восприятие мира, придавая ему новый смысл. Адам Ицкевич, в 19-м 100-м году, когда лекции читал во Франции, в университете, и он сказал, что белорусская мова, наверное, больше добро заховавшаяся и добро распространенная из всех исходнеславянских мов. И когда, например, приезжают украинцы и поляки, я им по-белорусски провожу экскурсии по Могилеву, и они все разумеют. А когда уже россияне приезжают, они не разумеют. Правда, когда едут из Брянска со Смоленщины приезжают, то дорослые, я им провожу повольно, разумею по-белорусски, а не кажусь, вы разумеете так, как моя бабуля из-под Брянска. Я вообще-то по национальности русская, но проживаю в Беларуси уже 38 лет. Мне он очень нравится, хотя его не знаю досконально, но он такой мягкий, очень мелодичный. Мне нравится, когда разговаривают на чисто белорусском языке. Дякую вам, Великий. Вы как часто используете в речи или в работе? С ребенком. С ребенком, для того, чтобы... Потому что в школе очень большие проблемы с этим, очень тяжело. Мне кажется, я в ее возрасте хоть какое-то представление имела. Она не понимает самые элементарные слова, учитель порекомендовал, но мы дома стараемся. На белорусском часто удается разговаривать? На Олимпиаде, на белорусском хожу, на Олимпиаду, так что так и бывает. А среди друзей не практикуете? Нет, среди друзей никто. Ласковый язык, это одно. А особенность в том, что мы белорусы и должны его знать. Вы часто разговариваете на белорусском, получается ли? Не всегда получается, потому что хочется говорить литературным языком, а он еще не в обиходе у меня. Еще один символ – известные белорусы, творцы всех мастей, от айтишников до изобретателей. Вспомним самых известных. Конечно, это люди искусства. Марк Шагал, живописец полетов, которого французы ревностно считают своим. Писатель Айзек Азимов, уроженец, между прочим, деревни Петровича Могилевской области. Знаменитый кинотворец из тройки метра Голдвин Майер, Лазарь Мейер, уроженец Минска. Знаменитый конструктор истребителей, изобретатель Павел Сухой, автор боевых СУ, родился в городе Глубокое, Витебской области. Список можно продолжать бесконечно. А кого знают жители области? И Янку Купала знаем, и Акуба Колоса знаем, и Короткевича знаем. Ну вот это из писателей. Радживиллы, конечно, Сапеги. Костюшка, Костюшка. В Куловске ездили на экскурсию, там узнали много первопечатников, кто у нас, Корына. Макс Корж, который вот в Минске родился. Ой, спортсмены, подсказываю вам. Каких спортсменов знаете? Какие там? Добрчева. Аркадь Кулешов. Да. А сегодня есть люди, которыми можно было бы гордиться в Беларуси? Ну, спортсменами. Радживиллы, Малевич. Что? Это удивительно, потому что сегодня мало отвечают на этот вопрос, да. Радживилла, тем более, что это совсем недавно в Бухове был этот праздник, День письменности. У нас так красиво город украсили, так поэтому сейчас этих знаем своих исторических. От Макса Коржа до Радживиллов. В разной степени известные персонажи, но и о тех, о ком знают немногие, тоже нужно рассказать. Гордость и честь страны, они без пафоса и рекламы занимаются тем, что нравится, и тем, что приносит пользу. Ведь люди тоже символ страны. Изобретатели 45-й Могилевской школы Сергей Шибека и Тимофей Танкович не раз участвовали в конкурсах новаторов и изобретателей. В этот раз в их арсенале оказалась одна из ста идей для Беларуси. Электрическая кормушка для животных, работающая от звонка мобильного телефона. Родители были рады, что чем-то занялся, какое-то хобби. Друзья тоже посмотрели по телевизору, порадовали за меня. Такое чувство, что город свежий. Чувствую себя чем-то больше, чем просто человек. Разработка, безусловно, актуальна и интересна, а герои наши прекрасный пример того, что интересные люди живут рядом с нами. Нужно только присмотреться и увидеть, что большие дела именно так и делаются, с любовью к ремеслу и своему назначению. А станет ли оно брендом, какая разница, согласитесь, когда из рук каждого ищущего человека рождается нечто чудесное и, безусловно, символичное. Надеемся, что наши сегодняшние изыскания были для вас интересны и, возможно, где-то даже полезны. Вам было интересно послушать то, о чем говорят горожане и эксперты. И если вы для себя не определили, что же такое бренд Беларуси, то, возможно, нашли какой-то символ, который отличает нашу страну от всех остальных. С вами была программа «Специальный репортаж». Будьте здоровы и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин